А первым отчетом ролика хотел бы вам посмотреть очень интересный канал, называется Вонреал. Это канал моего знакомого. Он снимает на проекте Амазин Холюплей на первом сервачке, где играю в принципе я. Канал реально очень интересный, классные видосики. Также он часто проводит конкурсы, поэтому всем советую подписаться на мой канал. Ссылка будет в описании под этим видео. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова в сервисе на проекте Амазин Холюплей. Сегодня будет новое интересное видео, в котором я вам покажу, как я продам свою машину BMW M560, на которой стоят номера ОМР. И также сегодня займемся компанией, я хочу сегодня купить один магнум в компанию. Это будет начало, так сказать, развития данной компании. У нас уже в компании находится около 7 миллионов, ну точнее 7 и 3. И сейчас, если я продам бэху, то мы сможем уже купить один магнум в компанию. Поэтому, пацаны, обязательно поставьте лайк и также можете еще подписаться на канал, если вы вдруг не подписаны, потому что я очень хочу добить на канале 20 тысяч подписчиков. Также можете вводить мой промокод, пишите ММ, промокод выбираете, указать друга ютубера и там пишите мой промокод Кирилл Гейм Капсом. Вот такой вот промокодик. Кстати, пацаны, почаще вводите промокод, вы можете ввести на любом серваке, даже на пятом, на третьем, на четвертом, неважно на каком. Вводите мой промокод, катяйтесь до 10 уровня и получаете 150 тысяч. На пятом получаете 50 тысяч, на десятом получаете 100 тысяч и вместе получается 150 тысяч, поэтому не забывайте вводить мой промокод. Короче, BMW у нас есть вот эта бэха, АМР восьмерке. Почему я ее продаю? Потому что я купил себе другую BMW, тоже Е60, с аудио только. И типа, зачем мне иметь две одинаковые машины в своем автопарке, лучше эту тачку продать, номера я сейчас сниму и потом как бы купить другую машину и на другую машину поставить вот эти замечательные номера АМР восьмерки. Понимаю, если бы я рулетку не крутил, я бы себе блэквипку купил бы, хотя бы на недельку было бы заебись. Но я дурачок, решил покрутить, думал, что это пиздато и выпадет, в итоге нихуя не выпало. Так, снять номера с авто, вот, снять. Все, АМР восьмерки я снял, теперь они у меня в инвентаре находятся, да? Да, вот они, АМР восьмерочки. Короче, вот эту бэкву сейчас я продаю, хочу ее за 5 лямов продать, воска 4.5, есть нитро на ней. Сейчас надо целку посмотреть на ней, какая у нее целка. 92 целка, в принципе, целка нормальная, 92. Воска 4.5, в принципе, все есть, нитро есть, как бы, вот, нитросик у нас есть. Попробую сейчас ее продать за 5, не получится, но за 4.5, думаю, она точно уйдет. Вот за 4.5, думаю, точно я смогу ее продать. Все, пацан, нашел покупателя, только за 4.3, точнее, за 4 миллиона 350 тысяч. 50 тысяч все равно комиссия будет, поэтому за 4.3 я ее продам. Ну, типа, да, здесь есть нитро, но таких тачек дохуя с нитро. Я пытался за 5 продать, но за 5, она нахуй никому не нужна. За 4.5 тоже никто не хочет ее брать. Но одни перекупы наношания, вы, в принципе, сами это знаете. Продам за 4.3, и мы сможем купить магну в компанию. Да, вообще, я расскажу, какая ситуация сейчас вообще обстоит в компании. В принципе, покажу, сколько я накатал на компанию. Ну, и вообще, расскажу дальнейшие планы по компании, по развитию, там, туда-сюда. Все, отлично, в принципе, заебись. Все, пацаны, сейчас быстренько едем в банк, закидываем деньги. Матвей покупает магнум, потому что, как бы, компания моя, но она находится на Матвее. Поэтому только Матвей может купить новую фуру в компанию. Поэтому сейчас быстренько летим в банк Батырева. У меня на руках 5.8. Банк у меня 2.2, по-моему, лежит. Вроде бы должно хватить. Полный счет компании. 8 миллионов сейчас закидываем. Все, и сейчас магнум должен... Ой, магнум. Матвей должен купить магнум. Я уже запинаюсь просто. 15 миллионов у нас, по идее, должно быть уже. Все, он купил магнум. Так, штат автопарк, смотрим. Все, пацаны, магнум есть один. Уже начало подано, пацаны. Один магнум есть. Это уже хорошо. То, что хотя бы один магнум есть, и кто-то уже сможет на нем работать. Ну, а так, у нас только 5 Вольво было. И еще эту компанию по росту словил, пацаны. Поэтому у нас фур здесь и нет. Но одну мы уже купили. Да, конечно, прошло сколько там? Две недели, и мы только купили одну фуру. Но мы за две недели накатали 7 лямов. И то, я потом катал на себя. Поэтому, если бы я катал пацаны на компанию, то было бы 10 лямов по-любому. Давайте я вам покажу, сколько я накатал за все время в компании. Сегодня у нас какое число? 27-ое. За 13 дней я накатал почти 2 миллиона. Ну, типа, это не особо много, по сути. Как бы я мог и больше, но я на компанию катал где-то 5 дней. На компанию катал за все время. А потом на себя катал, чтобы быстрее бабки фармить. Все, я успешно доехал до компании. Сейчас посмотрим вообще магнум, который мы купили. Понятное дело, что он ничем не отличается от других магнумов, которые в компаниях. Ну, просто вам наглядно показать то, что у нас есть теперь магнум в компании. Да, всего лишь один, но уже есть, пацаны. Это уже отлично. Так, автопарк. Еще никто его не брал. Я самый первый, кто на нем проедусь, понимаете? Цвет я пока что менять не буду, пацаны, потому что, ну, нахуй знает, типа, вкладывать в это деньги или не вкладывать. Напишите, короче, в комментариях. Если поддержите эту тему, то могу цвет поменять. Ну, а так мне вот, честно, похуй. Какого цвета у нас компания вообще, абсолютно насрать. Вот магнум, пацаны, 0 километров пробег. 29 литров у него, кстати. Давайте я возьму рейс. Чисто по приколу один рейс сделаем. Я давно на магнуме и на компании не ездил. Вот реально очень давно не ездил на магнуме без чипа. Непривычно, реально, очень непривычно. Сейчас я как раз его заправлю полностью, потому что 30 литров, как бы, это не особо много. Не знаю, кто на нем будет работать. Вот, кстати, хочу отметить отдельно некоторых пацанов. Сейчас я вам покажу, кого. Если я кого-то забуду, пацаны, извиняйте. Ну вот, Павел Хеннесси, красавчик просто. Он постоянно рейс катает. Он уже лям в компанию накатал. У него 58 скилл. И он катает, по-моему, на Ивека. На личное Ивека он катает, по-моему, если я не ошибаюсь. То у нас тут еще такой есть интересный. Ну, в принципе, Гребчик тоже сейчас катает на компанию. Иногда нормально. Так, Илюха тоже, красавчик, катает на компанию. Ну, то есть, как бы, да, здесь есть люди, которые вообще не работают. Надо будет почистить потом компанию. Но те, кто работают, просто вам большой респект. Потому что, если бы не вы, скорее всего, сегодня бы я магнум не купил этот. Потому что сам бы я не вытянул. А так вы, красавчики, катали вместе со мной, помогали. Просто вам большое спасибо. На шахту, короче, берем рейсик. Потому что здесь других нет нормальных. Сейчас я сразу на заправочку заеду. Заправим полный пак. Везем рейс. Как раз окупим те деньги, которые мы потратим на бензин. Но я, пацаны, доволен то, что у нас хотя бы уже один магнум есть. Вот честно, я вот еду на этом магнуме, типа, конечно, разница есть. Между моим магнумом с третьим чипом магнумом. Конечно же, разница есть. Но, пацаны, на нем тоже можно спокойно работать, как бы. Да, разница есть. Ну, не прям, пиздец, какая разница. Ну, типа, по скорости, да, разница, там, 40 километров, даже чуть больше. Ну, а так, в целом, можно работать на такой фуре. Типа, ну, если у меня не было бы магнума, я бы с радостью работал бы на компанию, как бы. Это тоже неплохо. Я, кстати, хочу видосы писать, как я буду час работать на Вольво-компании. То есть, ощутить эту всю боль, знаете, как раньше я работал. Хотя, раньше я работал, мне, честно, пофиг было. У меня была личная Вольво, я помню, сглоска 20 миллионов. И, типа, мне было заебись. Боялось, спокойно себе ездил. Мне было нормально. А вот сейчас, типа, знаете, когда ты ездишь на магнуме с этим чипом. Ладно, я пересел вот на магнум, допустим, без чипа. Это нормально. Но пересесть, прикиньте, на Вольво и час поработать. Это просто будет контент, пацаны, лютый. Поэтому давайте наберете на этой серии 300 лайков. И следующая серия выйдет об этом. Вот реально, давайте 300 лайков наберете. И в следующую серию я запишу, как я буду час работать на Вольво. Посмотрим, сколько я заработаю, какие будут нюансы у меня. Ну, прикиньте, на сотом скиле работать на Вольво, пацаны. Это просто, это такой тотал, пацаны. Я думаю, такого еще точно никто не делал. Поэтому я надеюсь, что вы наберете 300 лайков. Все, я заправил фуру. 16 тысяч потратил. Как раз единичный сейчас отобьем за счет рейса. Какие, пацаны, планы по компании? Пока что в планах накопить деньги и отдать долг. Потому что кто в курсе, кто не в курсе, я еще долг не отдал. Я еще по-прежнему должен 25 миллионов в ладу реалу. Поэтому я купил магнум и сейчас, как бы, я уже буду, получается, копить деньги и отдавать постепенно долг Владу. Потому что уже хочется, наконец-то, забыть об этом, просто дать долг и все. И забыть об этом, потому что у меня много раз была такая ситуация, то что я уже мог отдать долг. Но я то себе тачку покупал, то еще что-то покупал. И поэтому каждый раз, как-то, знаете, не получалось. Сейчас я уже точно решил то, что я буду им надолг сейчас отдавать, уже пора. Потому что, как бы, Влад хороший пацан. Он может и подождать хоть два месяца. Но хочется уже побыстрее отдать и забыть. И просто уже потом, как бы, спокойно себе катать. Никому не быть должен. И копить, допустим, новую машину, на которую мы поставим номера АМР-8. Насчет компании, пацаны, я буду принимать людей, Кто, буквально, только, допустим, прокачал восьмой уровень и собирается работать дальнобойщиком, То я могу воспринять свою компанию. Я принимаю в компанию абсолютно всех. Неважно, какой у вас скилл. Первый, второй, третий, десятый, сотый. Всех принимаю в компанию, пацаны. У нас пока что в компании нормы нету. То есть вы катаете по желанию. Но если вы, допустим, там, за неделю вообще не работали, То, понятное дело, вас уволят. То есть на голову садиться тоже не нужно. Поэтому, как бы, можете работать, но на голову садиться не нужно. Как бы, я не заставляю вас, там, норму катать, допустим, 50 тысяч в день. Хотя бы, ну, там, 100 тысяч за неделю накатали. Уже будет хорошо, пацаны. Уже будет хорошо. А вообще, если вы не будете работать, То, конечно же, вас уволят из компании, как бы, и все. Я могу воспринимать компанию без проблем. Можете писать, если что, мне в ВК. У нас уже один магнум появился. Да, конечно, один магнум, это хреново. Потому что за него, постоянно, будет борьба. Постоянно, захочет кто-то его взять. Поэтому, как бы, да. Надо хотя бы два или три-четыре магнума. Чтобы было более-менее нормально. Но будем как-то постепенно развиваться, в принципе. Понятное дело, то, что компания, это неприбыльная тема. И вообще, нету смысла ее развивать. Но я чисто по приколу развиваю для души. Потому что, ну, мне нравятся просто дальнобойщики. И почему бы с нуля не начать развивать компанию. Как, в принципе, мы это и сделали. Поэтому, пацаны, на этом я буду заканчивать. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте введите мой промокод. Вся информация есть в описании под видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok